Хотя аналогия довольно забавная, но один из способов объяснить, что мы делаем, чтобы понять вселенную, это представить, что Бог играет в какую-то великую игру, как, например, шахматы. И ты не знаешь правила этой игры, но ты можешь смотреть на доску, хотя бы иногда, время от времени, или только на его маленький уголок. И ты пытаешься с этой своей точки зрения понять правила игры, законы, которым подчиняются фигуры. Например, можно заметить, что если на доске остался только один слон, то он не меняет цвет своей клетки. Потом можно заметить, что он ходит по диагонали, что подтверждает то наблюдение, что слон не меняет цвет клетки. Т-40 секунд, все выглядит хорошо. У вас есть время для отпуска длиной 24 года? Тогда предлагаем вам путешествие к самым далеким планетам Солнечной системы. Основная часть Солнечной системы находится за поясом астероидов. Это два гигантских мира из замерзшего газа. И у одного из них смешное название. Я произношу название планеты как Юл-Рэ-Нус. С орбиты Уран кажется тихим и спокойным. Но почему планета лежит на боку? И Нептун. Вторая голубая планета и последний мир нашей Солнечной системы. Он так далеко от Солнца, что вы не ждете от него бурной активности. Но что-то является источником его бешеных ветров, самых быстрых в Солнечной системе. И что стало с его большим темным пятном? Эта планета меняет свои пятна, в отличие от леопардов. Уран и Нептун — ледяные гиганты. Пристегнитесь. Вас ждет невероятное путешествие на самые далекие и загадочные планеты из всех. Сейчас самое подходящее время отправиться туда, куда не ступала нога человека. Последовать за нашими первопроходцами-роботами и исследовать планеты Солнечной системы. Путешествие по планетам. Т-минус два минуты и следует. Поехали, Аттронулы. Нептун и Уран. Вы когда-нибудь мечтали стать астронавтом? Представьте, что вы отправляетесь в ледяную зону. Царство холода и тьмы за орбитой Сатурна. Путь сюда будет путешествием грандиозных масштабов. Считайте нашу программу своим личным путеводителем по внешней Солнечной системе. Первая остановка — Уран. На первый взгляд, седьмая планета от Солнца кажется огромным шаром из синезеленого тумана. Но под ледяной завесой Урана вас ожидает мир, который кажется бесконечным, потому что эта планета почти полностью состоит из газов, водорода, гелия и небольшого количества метана, придающего планете ее цвет. На самом деле, людям трудно описать, на что похоже ощущение внутри этих газовых гигантов, потому что они настолько далеки от земных. У третьей по размерам планеты не меньше 13 колец. Но в отличие от широких лент Сатурна, эти кольца тонкие и темные. Никому точно неизвестно, как они образуются. Возможно, это последствия столкновений между его небольшой армией не меньше, чем из 27 лун. Но самое необычное свойство Урана — это его удивительный нахлон. Это единственная планета Солнечной системы, которая движется по орбите на Баку, напоминая гигантскую мишень. Как она оказалась в таком положении? Ответ может вас удивить. Меня изумляют Нептун и Уран, потому что нам так мало известно об этих планетах. Лишь один космический аппарат побывал на них, и то он просто совершил короткий облет. Астроном Хайди Хаммель едет к этим ледяным гигантам, то есть к их самому близкому подобию на планете Земля. Самое удивительное свойство Урана — то, что он полностью лежит на Баку. Его атмосфера кардинально меняется в зависимости от времени года. И у него очень интересная система тонких колец. Это облака, а это, конечно, кольца. Красивая фотография Урана. Хотя от Урана его отделяет 2 миллиарда 700 миллионов километров, один из самых высоких телескопов мира наблюдает за тем, как планета возвращается к жизни. На Уране сейчас очень необычное время, которое мы называем равноденствием. Северная полярная часть, которая попадает на солнечный свет, впервые за два десятилетия охвачена самыми разными метеорологическими процессами, которые не были спрогнозированы. Получать эти данные, которые позволяют переписать учебники о системе Урана, очень интересно. Мы счастливые астрономы. Впервые этот далекий аванпост предстает в новом свете. Эти фотографии как нельзя кстати. Для большинства из нас Уран — это объект для шуток. Я произношу его как Юрейнус. Думаю, людей смущает Юранус. Юренус. Да. Я произношу название планеты как Юренус, что, скорее всего, ближе к оригинальному произношению имени божества, в честь которого ее назвали. Если вы считаете название Уран смешным, возможно, вы предпочтете ее первое имя — Георг. Планета была открыта Уильямом Хершелем в 1781 году. Он окрестил свою новую находку Георгиум Сидус в честь короля Англии Георга Третьего. Но традиция называть планеты по древней мифологии сильнее, и планеты Георга больше не существует. И Уран, вероятно, так и остался бы просто зелено-голубым пятном в окуляре телескопа, если бы не гениальный ракетостроитель и немного удачи. В 60-е годы многие говорили, что мы никогда не сможем исследовать эти далекие планеты, потому что расстояние слишком велико. Гарри Фландро, проходившему практику в лаборатории реактивного движения в Калифорнии, поручили изучить вопрос путешествия к внешним планетам. Я начал рисовать Солнечную систему. При этом я заметил, что все внешние планеты оказываются примерно на одной линии с Землей в конце 70-х. Я увидел, что между Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном можно было почти что проложить линейку. Плутон был в стороне, но меня это не беспокоило. В результате математического расследования было обнаружено редкое окно, во время которого планеты идеально расположены для визита. Один раз в 176 лет появляется возможность для того, чтобы облететь все четыре планеты-гиганта на одном космическом аппарате. Она пришлась на 1977 год, поэтому мы создали аппараты Voyager для полета к этим планетам. Сложная программа экспериментов под названием Voyager направлена на то, чтобы впервые рассмотреть гигантские внешние планеты с близкого расстояния. В рекордные сроки, всего за 12 лет, команда инженеров создает два космических аппарата и выводит существующую глобальную сеть наземных станций на новый уровень. Внешняя Солнечная система называется внешне не просто так. Она находится очень далеко. Основная часть Солнечной системы находится за поясом астероидов, и Voyager показал нам, что находится за ним. На борту аппаратов даже находится золотой диск с записью приветствий землян на случай, если они встретятся с дружественными инопланетянами. Вас приветствуют дети планеты Земля. Мы знали, что Voyager будут первыми аппаратами, которые достигнут межзвездного пространства. Таким образом, мы хотели показать, что Земляне теперь способны отправить из своей Солнечной системы послание, которое будет двигаться по орбите вокруг центра нашей галактики. Аппараты-близнецы Voyager, запущенные с интервалом несколько недель в 1977 году, отправились в грандиозное путешествие, которое получило название Гранд Тур. Это был первый исторический полет. Принимать участие в этой программе, в этом невероятном предприятии, было потрясающе. Мы впервые в истории человечества увидели эти небесные тела так близко. Каково было пойти по стопам Voyager и отправиться в одно из величайших путешествий в истории космических исследований? Солнечное путешествий Теперь ученые считают, что Уран пострадал не от удара, а был сбит с ног гравитационными силами своих гигантских соседей. На самом деле, наклон Урана — это результат довольно сложного взаимодействия с Сатурном, Нептуном и даже Юпитером. Все эти планеты оказывают гравитационные воздействия друг на друга, и это воздействие не столь однозначное, как мы думали раньше. Это динамический процесс, а не мощный удар крупного планетарного объекта. Во время полета к внешней Солнечной системе в 70-х годах «Вояджер» передает на Землю потрясающие фотографии Юпитера, Сатурна и многих лун. Полет «Вояджера» удивителен тем, что мы увидели столько объектов в первый раз, и все они оказались непохожими друг на друга. Находясь здесь, когда приходят фотографии, чувствуешь себя на мостике космического корабля «Энтерпрайз». Ощущение, что ты находишься там, что это просто экраны твоих датчиков, и ты получаешь информацию о чужих мирах, на которые смотришь. Кому могут надоесть фотографии колец Сатурна? Так какие секреты откроют камеры «Вояджера» на Уране, о прокинутой планете? Уран был для нас настоящей загадкой. Мы не знали, чего ожидать. В 1986 году, после десятилетнего путешествия в космосе, от седьмой планеты, от Солнца многого ожидают. С Земли он казался каким-то скучным. И, говоря честно, на снимках «Вояджера» он остался таким же. Фотографии Урана немного разочаровали. Это скучная планета, на которой очень мало облаков. На Уране почти ничего не происходит. Это самые первые снимки Урана, сделанные «Вояджером-2». Планета кажется спокойной, как водная гладь. На ее поверхности нет облаков. И она молчит. Перед встречей с Ураном мы не услышали ни одного звука. В отличие от Юпитера, магнитное поле, которое рычит в радиодиапазоне, Уран вначале не издает ни одного писка. Одна из причин была в том, что источник радиопомех находился с другой стороны планеты, там, где действует сильное магнитное поле. «Вояджер» обнаруживает, что магнитное поле Урана совершенно нестандартное. Урана «Вояджер» «Вояджер» С орбиты Урана позволяет увидеть немногое. Но, нырнув под его безмятежные облака, вы увидите мир, совершенно не похожий на свою внешнюю оболочку. Представим, что я нахожусь в атмосферном зонде, который отправили на планету Уран. Если открыть иллюминатор космического корабля, вы сразу почувствуете, почему ледяные гиганты получили свое название. В верхних слоях атмосферы замерзшие кристаллы метана смешиваются с водородом и гелием. Возможно, мы пролетим мимо возвышающихся облаков на ковален, которые, как мы знаем, там есть. В это время мы будем смотреть, не сверкает ли там молния, и прислушиваться не гремит ли гром. Свободное падение здесь напоминает погружение в гигантское зеленое мороженое. Но чем глубже вы оказываетесь, тем плотнее и горячее атмосфера. Температура достигает нескольких тысяч градусов, благодаря теплу, оставшемуся со времен формирования планеты. Давление постепенно растет, и газ, по сути, превращается в жидкость. Здесь нет четкой границы, просто непрерывное повышение давления и плотности. Продолжите спуск, и вскоре вы окажетесь в кипящем море, которое кажется бездонным. Оно более чем в две тысячи раз глубже, чем Тихий океан. Где-то глубоко, чуть дальше, чем на полпути к центру планеты, образуется опрокинутое магнитное поле урана. Если бы мы могли заглянуть до поверхности динамического ядра, где генерируется поле, мы увидели бы движущиеся участки жидкости. Как правило, они обладают такой проводимостью, что способны перемещать за собой линии поля. Почему магнитное поле урана генерируется здесь, а не в ядре? Никто точно не знает. Ни один человек или робот ни разу не побывали там. Возможно, если проникнуть дальше, то мы доберемся до ядра. Но мы не уверены в этом. Не правда ли интересно? Мы не уверены, есть ли на уране ядро. Там внизу очевидно одно. Выдержать вес целой планеты из воды и газа при температуре более 2300 градусов по Цельсию долго не сможет ни один живой организм или робот. В этих условиях нет никаких шансов на выживание. Зонд, опустившийся в атмосферу, рано или поздно испарится и станет частью атмосферы, которую он исследовал. Вас не вдохновляет перспектива быть раздавленным и заживо свариться в гигантском газовом шаре? Не волнуйтесь. Здесь еще есть на что посмотреть и чем заняться. Чем заняться? Поднимитесь над небом урана и выберите одно из 27 лун, большинство из которых названы в честь персонажей Шекспира. Если бы я отправилась в туристическую поездку в систему урана, я бы посетила Миранду. Луна Миранда, диаметром всего 470 километров по ширине, примерно равна штату Нью-Йорк. Но местная география совершенно не похожа на земную. Это интересная луна, похожая на головоломку Пазл. Как будто ее слепил гончар, который не слишком внимательно следил за материалами. Здесь есть куски разного вещества, которые как будто слепили вместе. И если честно, мы до сих пор не очень хорошо понимаем Миранду. Пока вы здесь, вы вряд ли пропустите еще одну туристическую достопримечательность урана. Его коллекцию из 13 тонких, как бритва колец. Основные кольца урана очень сжаты, и между ними много пространства. Они похожи на серию гимнастических обручей, все большего диаметра. Никто с уверенностью не знает, как образуются эти кольца. Но, возможно, они являются результатом космического дерби по разрушению. Пять основных спутников урана движутся по достаточно правильным орбитам и стабильны. Но ряд других объектов, особенно внешние спутники урана, как показывают созданные учеными компьютерные модели, часто сталкиваются. А если они слишком сильно сблизятся с ураном, то могут разрушиться. И у урана есть очень сложное семейство колец, которые, как мы считаем, образовались из этих разрушенных спутников. Наверное, для планеты, которая всегда была объектом для шуток, справедливо посмеяться последней. Дело в том, что лучший вид на уран открывается сзади. Когда мы улетали от урана, то камеры смотрели назад и снимали кольца под так называемыми углами высокой фазы. Это похоже на пыльное ветровое стекло. Когда вы едете навстречу заходящему Солнцу, пылинки подсвечиваются. То же самое и в системе урана. Помню, как поступило это изображение. Строчка за строчкой. Я воскликнула. Боже мой, мы и не знали, что на уране есть что-то настолько прекрасное. Полюбуйтесь этим зрелищем напоследок, потому что вам не на что будет смотреть ближайшие три года, пока вы не прибудете на Нептуна. Так что постарайтесь чем-то занять свободное время. Сидя в заперти, в жестяной банке, человек неизбежно теряет душевные равновесия. В космосе, где нужно преодолевать огромные расстояния, нужно учитывать психологический аспект полетов. Вы будете находиться в ограниченном замкнутом пространстве, где практически невозможно помыть одному. Смерть всегда будет в нескольких сантиметрах от вас. Нужно придумать, как не дать экипажам сойти с ума. Эти космические путешественники не понаслышке знают об опасности сойти с ума. Поздравляю исследователей, организаторов эксперимента и ученых. Их торжественная встреча посвящена возвращению из космического полета длиной 105 дней. Правда, они не переместились ни на сантиметр. Программа «Марс-500» — это проект по имитации полета на Марс. Мы моделируем временную задержку, а также ограниченное пространство, психологические и физиологические аспекты. Экипаж, запертый в этом московском складском помещении, как будто на самом деле находился в длительном космическом полете. За их умственным здоровьем пристально наблюдала группа психологов и врачей. Оставаться в ограниченном пространстве так долго не всегда было легко. Я всегда ощущал это ограничение. У нас не было доступа солнечного света, не было живой природы. Все эти факторы достаточно сильно влияли на экипаж. Психологические эффекты этого воображаемого полета все еще анализируются. В этом полете, кажется, никто не сошел с ума. Но если во время путешествия к ледяным гигантам вас не сведет с ума изоляция, вас может свести с ума меню. Чтобы поддерживать здоровье, у нас почти не было свежих овощей и фруктов. Мы ели детское питание. Наверное, это не та еда, к которой мы привыкли, но она сохраняла наше здоровье. Мне даже показалось, что это довольно вкусно. Питаться детскими смесями 105 дней — это безусловное достижение. Но кто отважится на подобный эксперимент продолжительностью 24 года? За ураном находится его ледяной брат, Нептун. Еще один таинственный шар из замерзшего газа. В отличие от урана, Нептун сразу же показался красивым. Особенно, когда мы начали делать цветные фотографии. Потому что у него синий-зеленая атмосфера, в которой плывут белые облака. Лично мне эта картина не могла не напомнить Землю. На расстоянии в 30 раз большим, чем от Земли до Солнца, наша звезда кажется всего лишь мерцающим огоньком. День здесь проходит быстро. Всего лишь за 16 земных часов. Но вам потребуется толстый календарь, так как год на Нептуне длится 90 тысяч дней. Или 165 земных лет, за которые Нептун облетает Солнце. Как и его сосед, Нептун представляет собой гигантский шар из водорода и гелия. Своим цветом он обязан небольшому количеству метана. Но синий цвет вырабатывается за счет какой-то другой химической смеси. На самом деле, в облаках Нептуна находится что-то, что придает им яркий синий цвет. Пока мы не знаем, что это такое. Это одна из тайн, которые мы пытаемся раскрыть, наблюдая за Нептуном с помощью телескопов на Земле и в космосе. И это не единственная загадка. На Нептуне почему-то дуют яростные ветра, самые быстрые в Солнечной системе. И почему пятна Нептуни исчезают почти так же быстро, как появляются. Когда вы приближались к Нептуну, он становился все больше и больше на телеэкране. Первое, на что мы сразу же обратили внимание, это то, чего не было на Уране. Большое пятно в атмосфере. Войджер обнаружил несколько пятен. Самое большое из них мы изобретательно назвали «большим темным пятном». Это было похоже на чернильную кляксу в бурлящей воде. Большое темное пятно, размером примерно с землю. Это на самом деле огромная дыра. Окно, ведущее к более темным облакам внизу. Это был вращающийся ураган, который проделал в облаках дыру и позволил нам взглянуть на более низкие слои. Внешне оно не выглядело стабильным. Казалось, что в любой момент оно может разрушиться. Поэтому мы совсем не удивились, когда оно исчезло через пять лет. В 1994 году, когда НАСА отправила Хаббл, свой орбитальный телескоп на Нептун, большое темное пятно исчезло. Эта планета меняет свои пятна, в отличие от леопардов. Пятна полностью меняются в течение всего пяти лет. Мы были удивлены тем, что Нептун так быстро меняется. Это совершенно другая планета. С того момента появились и исчезли другие пятна. Никто не знает причинам. Но, возможно, это связано с буйными ветрами на экваторе Нептуна. Погрузитесь в атмосферу Нептуна, и вы окажетесь в самых быстрых воздушных потоках Солнечной системы. Эта аэродинамическая труба в Лос-Анджелесе всего лишь легкое дуновение воздуха по сравнению с ветрами Нептуна. Ведь на последней планете Солнечной системы, на экваторе, ветер достигает скорости почти в два раза быстрее скорости звука. Что порождает эти явления? Есть два фактора. Первый — это Солнце, так же, как и на Земле. Хотя Солнце светит на Нептуне очень слабо. Второй — на Нептуне есть остаточное тепло. И это тепло выходит наружу в виде горячего газа. Когда образовались планеты, вещество сталкивалось, в результате чего вырабатывалось тепло. И часть этого тепла до сих пор скрыта глубоко в недрах Нептуна. И когда тепло из недра Нептуна выходит наружу, возникают восходящие потоки, которые порождают струйные течения. Так как там нет больших массивов суши, чтобы их остановить, атмосферные потоки Нептуна, кажется, разгоняются все сильнее. Возможно, что ветра на Нептуне постепенно набирали скорость. Со временем они стали очень быстрыми. Эта энергия, которая их породила, была очень слабой. Так что скрывается под оболочкой яростных ветров Нептуна? Оправдывает ли планета, названная в честь Бога океана, свое название? Можно ли действительно отправиться под парусом по морю на Нептуне? Почти все, что касается Нептуна и его системы, тем или иным образом связано с водой. Большинство экспертов сходятся в том, что на Нептуне много воды. Тем не менее, они не так уверены в том, какую форму она принимает. Но по этому поводу свое мнение есть почти у всех. На Нептуне есть большое количество воды. Но она находится глубоко. И, наверное, слишком горяча, чтобы сейчас находиться в жидком виде. Здесь внизу вы как будто оказываетесь в сауне, размером с планету. Как и на ее соседей, газ здесь сжимается до жидкого состояния. Это не океан, а странная атмосферная смесь, где плотность текучих сред постоянно повышается вместе с повышением давления. Если бы на Нептуне даже и был бы океан, то он находился бы очень глубоко. Это не был бы океан на поверхности, в который мы могли бы спустить космический аппарат или такую яхту. На Земле сочетание тепла и воды – это два из обязательных условий возникновения жизни. Так каковы шансы встретить здесь местных жителей? Там есть тепло, есть углеводороды, есть вода. Вполне возможно развитие формы жизни. Я не думаю, что эта форма будет достаточно развитой. Но кто знает, может быть, глубоко в океане плавают огромные скаты. Вы не поклонник погружений? Не волнуйтесь. Как и на его ледяном соседе, на Нептуне можно еще многое посмотреть и сделать, не замочив свой скафандр. Тех из нас, кого интересовали кольца, постоянно поддразнивали, когда мы подлетали к Нептуну, потому что мы не знали, есть ли у него кольца как таковые. Мы сохраняли беспристрастность и считали их просто дугами. И когда мы, наконец, прибыли, то увидели, что у Нептуна есть рассеянные полные кольца, а также достаточно прозрачные круглые дуги. Возможно, кольца Нептуна не самые красивые в Солнечной системе, но они стоят пары туристических снимков. Кольца Нептуна неоднородны. Некоторые части очень яркие, другие очень тонкие. Эти частицы очень темные. Возможно, это водяной лед, смешанный с органическими веществами. Они отражают лишь несколько процентов впадающего на них солнечного света. Эти кольца сильно отличаются от ярких ледяных колец Сатурна. Считается, что эти неуклюжие кольцевые дуги удерживают на месте притяжение крошечных спутников, известных как лунные пастухи. Я лично участвовал в исследовании, направленном на изучение кольцевых дуг. Мы обнаружили, что они удерживаются на месте одной из лун. Кстати, эти луны Вояджер и обнаружил в области колец. Как ученый, изучающий кольца, я бы очень хотела собрать несколько сувениров из частиц колец. Я попыталась бы достать подобие космического гидроцикла и отправилась бы исследовать кольца Нептуна. Кольцевые дуги Нептуна — единственные в Солнечной системе. Но самый яркий экспонат здесь — это луна Нептуна Тритон. Временное прекращение жизненных функций давно стало излюбленной темой научной фантастики. Подобно клиентам этой криогенной лаборатории в Аризоне, будущие космические путешественники могут стать путешественниками во времени. Наша цель — держать их в состоянии временного прекращения жизненных функций до тех пор, пока мы не сможем вернуть их к жизни. Внутри этих баков находятся останки 88 человек, которые надеются получить второй шанс на жизнь. Проблема с криогенной заморозкой в том, что она не очень удобна для пользователя. Вначале вам нужно умереть. Но для космических путешественников будущего все может измениться. Вы можете ввести их в состояние криогенного сна на космическом корабле и разбудить их месяцы или годы спустя в пункте назначения. Тогда космонавтам не нужно будет находиться в сознании, питаться и совершать все остальные действия, необходимые для живого человека. Ученые уже работают над способами замедления метаболизма. Примерно через два часа после ввода препарата мыши находятся в глубоком анабиозе. Мыши, которые обычно не впадают в спячку, получают инъекцию нуклеотида, который ингибирует терморегуляцию. После этого они входят в состояние гипотермии благодаря понижению их внутренней температуры. Примерно через два часа грызуны просыпаются. В данный момент мыши находятся в состоянии пробуждения. Вначале они немного сонны, но они ничуть не пострадали. Я надеюсь, что через 10 лет мы сможем провести подобные эксперименты с людьми. Возможно, это и есть будущее космических путешествий. Если мы не сможем выдержать невероятные полеты на такие планеты, как Нептун, временное прекращение жизненных функций может оказаться единственным приемлемым решением. Будет ли путешествие на Нептун стоить потраченного времени и сил? Некоторые планетологи считают, что будет. Хотя бы для того, чтобы побывать на Тритоне. Я помню ту ночь, когда мы прилетели над Тритоном. Мы вообще не ложились спать, потому что пролет пришелся на раннее утро. Мы увидели очень необычную картину. Тритон — невероятно сложная луна, которую мы понимаем лишь частично. Тритон — крупнейший из 13 известных лун Нептуна. Покрыт тонким слоем льда. Его поверхность испечрена трещинами и имеет уникальную структуру. На поверхности Тритона есть выемки, которые получили название дынной поверхности, потому что очень походят на корку дыни. Еще одна интересная черта Тритона — его бурное прошлое. Почти наверняка он был захвачен Нептуном. Причина, по которой мы в этом уверены, заключается в том, что Тритон обращается вокруг Нептуна в противоположном направлении. А в этих размытых пикселях скрыт самый главный сюрприз Тритона. Камеры «Вояджера» засняли гейзеры, выбрасывающие струи высоко в небо. Мы обнаружили, что из полярной шапки Тритона происходят выбросы, которые достигают высоты 15 километров от поверхности, а потом поворачиваются на 90 градусов, когда сталкиваются с более мощной струей в разреженной атмосфере. Мы не уверены в том, образуются ли эти выбросы за счет внутреннего источника тепла на Тритоне, или их энергия происходит от очень слабого и далекого солнца, который, возможно, вызывает локальное испарение, необходимое для выбросов. Вот ледяные вулканы Тритона, которые изливают напоминающую чернила смесь на его сверкающую поверхность. Когда мы видим черное вещество во внешне-солнечной системе, то предполагаем наличие органики. Органика — это не обязательно живые существа или растения. Под органикой мы подразумеваем углерод, углеродосодержащие вещества. Это строительные кирпичики жизни. Мы считаем, что темное вещество — это преобиотические химические процессы. Это еще не жизнь, а что-то вроде ее предшественника. Тритон был, так сказать, нашим последним портом. Это очень холодное небесное тело. И тем не менее, мы обнаружили там активные процессы. Итак, мы, наконец, добрались до внешней Солнечной системы, повторив грандиозное путешествие Voyager 2. После 12 лет в пути, что бы вы сделали во время короткой остановки перед тем, как развернуться и отправиться домой? Если бы я полетела во внешнюю Солнечную систему, на Уран, первым делом я бы пару раз облетела Уран, чтобы полюбоваться кольцами. Думаю, кольца — один из самых красивых объектов Солнечной системы. Я бы устроил пикник на Тритоне. Я бы обязательно взял с собой теплую одежду и бинокль, чтобы оттуда рассматривать прекрасную голубую планету Нептун, висящую в небе. Это было бы удивительное путешествие. А потом я, конечно, подождала бы извержение Гейзера, сколько бы времени для этого не потребовалось. Изучая внешние планеты Солнечной системы, мы больше узнаем о системах планет. Думаю, что Урану и Нептуну есть что нам рассказать, если только мы сможем услышать и понять их рассказ. Это ледяные гиганты Солнечной системы. Два бездонных мира. Невероятно далеких и невообразимо враждебных. Уран — планета со смешным названием и скрытой красотой. И Нептун — мир, вероятно, полный воды, с Луной, на которой извергаются Гейзеры. Маловероятно, что люди отправятся туда в ближайшее время. А пока, кто знает, какие еще секреты ждут своего разоблачения во льдах. Но этим и прекрасное путешествие по...